ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Никакого повышенного внимания багажникам на крыше автомобиля инспекторы уделять не стали. Так, в ГИБДД прокомментировали недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы сотрудники ДПС теперь останавливают и штрафуют владельцев подозрительных. Доработанных самостоятельно багажников. Это же относится к фаркопам, дополнительному световому и другому оборудованию. Дескать, причиной всему поправки, внесенные в технический регламент. Госавтоинспекция лишь советует внимательно читать этот документ перед установкой дополнительных устройств. ТРАССА СТО ОДИН Мерседес-Бенц отзывает в нашей стране почти 1300 минивэнов ВИТО, выпущенных с 2014 по 2018 годы. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Причиной является вероятность короткого замыкания и возгорания. Источник – дополнительная аккумуляторная батарея, установленная под передним пассажирским сидением, у которой отсутствует защитная крышка. Исправление недочета должно быть бесплатным. ТРАССА СТО ОДИН В Минпромторге пообещали продлить меры поддержки автопрома на 2021 год. Речь идет о льготном лизинге, субсидировании установки газобаллонного оборудования, программе «Доступная аренда». Что касается льготных автокредитов, то их тоже собираются сохранить. Правда, объем финансирования пока неизвестен. По прогнозам чиновников, число произведенных в этом году в России новых автомобилей будет гораздо меньше уровня 2019 года. Скорее всего, менее одного миллиона. ТРАССА СТО ОДИН До конца этого года компания «Рено» собирается начать в России продажи «Дастер» второго поколения. Кроссовер, в частности, может получить новый бензиновый мотор – четырехцилиндровый, турбированный, объемом 1,3 литра, мощностью около 150 лошадиных сил. Такой уже устанавливается на «Дастер» для индийского рынка. Машины в переводе на рубли стоят немногим более одного миллиона. Сейчас цены на кроссовер начинаются от 777 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А «Тойота» снова подняла цены на автомобили. Прибавка составила до двух процентов. «РАВ-4» подорожал во всех комплектациях. Его начальный ценник находится теперь на уровне 1 миллиона 884 с половиной тысяч рублей. Новая стартовая стоимость «Камри» – 1 миллион 718 тысяч. «Лэнд Крузер Прадо» – 2 миллиона 656 тысяч. А «Лэнд Крузер» – 5 миллионов 69 тысяч рублей. Причины роста цен не уточняются. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин».